Продолжение следует... 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 И эта игра была наполнена тем, что Господь хотел показать, что иногда за обрядовой деятельностью, за какими-то правилами, обрядами, какими-то такими действиями, когда мы начинаем совершать их неосознанно, совершаем их тематически, то есть обряд ради обряда, то в этом случае можно даже не увидеть Кришну, то есть все эти обряды были посвящены на то, чтобы увидеть Верховную Личность Бога, но когда Господь пришел и сказал, послужите мне, дайте мне покушать, можете увидеть меня, то они, ослепленные вот этим обрядом, то, что они совершали это же, это прощение, они даже не увидели это и не заметили Господа, то есть они поклонялись Кришне, Богу, но когда Кришна подошел, они его не заметили. И когда же Господь, Он вернулся во Вриндава, Он вернулся во Врадж, Он увидел, что в Раджавасе те беспримесные преданные, которые, в общем-то, заставили прийти в этот материальный мир, которые помогли, вдохновили Кришну проявлять вот эти игры, которые здесь проявляют во Вриндаване, эти удивительные детские игры, эти удивительные игры, когда преданные, они почти руководят Господом, да, как вот мама Ишода связала Кришну и так далее. И все вот эти люди, которые в Раджавасе, Он увидел, что они тоже сейчас начнут совершать обряды убедительности, причем тоже не понимая, что, в общем-то, толком они делают. И поэтому Он спросил у Нанды Махаража своего отца, что вы собираетесь делать, Он спросил, вообще для чего вы совершаете это же доприношение. И Нанды Махаража попытался что-то объяснить, но эти объяснения, они не удовлетворили Кришну по той причине, потому что Он хотел показать, что за всем этим стоит Личность, стоит за всеми этими обрядами стоит Верховная Личность Бога, что в конце концов все эти обряды, они так или иначе, они связаны с Ним. И в результате мы знаем, что Он уговорил Браджавасе Нанды Махаража совершать Гвардхана Пуджу. И, к сожалению, последние два года я не был здесь, в Санкт-Петербурге, но если вы замечали, то последние две Гвардханы Пуджи, сегодня наши Гвардханы Пуджи, они все немножко тематические. И в первой Гвардханы Пуджу, когда, ну как бы два года назад, мы наблюдали о том, как Кришна, вот Он совершал Гвардхана Лилу, как Он начал Гвардхану Лилу, как Он уговорил Нанды Махараджу не совершать поклонение Индри, а совершать Гвардхану Пуджу, причем Гвардхану Пуджу Он распределил как бы на три составляющих, если помните, да, то есть Он выделил три объекта поклонения. Он сказал, что мы должны, преданные должны совершать Пуджу и поклонение Брахманам, помните, да? Они должны совершать поклонение коровам и калму Гвардхану. Вот это и есть Гвардхана Пуджа, она состоит из этих трех частей. Мы, когда совершаем с вами, поклоняемся Гвардхану, мы также поклоняемся Брахманам, поклоняемся коровам. Но вот это все входит в Гвардхана Пуджу. И Господь, Он установил определенные правила, как надо совершить это Гвардхана Пуджу, что надо там поднести подношение Гвардхану, сначала накормить Брахманов, он сказал, потом накормить всех в округе, после этого поднести подношение Гвардхану, потом взять всех своих коров, вымыть их, украсить. Обычно украшают коров в Вриндаване тем, что раскрашивают руки разной краской и такие, знаете, следы оставляют на коровах, такие вот ладошки. Очень красиво это выглядит. Они украсили коров, покрасили рога им золотыми или серебряными красками, то есть вот такими. И потом впереди, погнав коров, и все пастухи, и все жители Вриндавана, они стали обходить холм Гвардхана. Вот это было как бы Гвардхана Пуджа. Мы знаем, что Индра, он очень сильно разгневался на то, что было приоперовано поклонение ему, и стали поклоняться какой-то горе, по его, так сказать. Хотя в середине этой игры мы помним, что когда Господь, Он, когда все преданные, они стали предлагать холму Гвардхан подношение, что сам Кришна, Он вошел в эту холму Гвардхан, помните, да, и стал вкушать этот, так сказать, просад, который они приносили ему, и кричал «Аньор!», еще, еще». И в конце концов, Он так или иначе насытился. Я сейчас как бы кратко хотел рассказать эту историю, напомнить просто Эканву. Но так или иначе, да, Индра, Он разгневался, и мы знаем, что Он наслал на Вриндаван ужасный шторм, грозовые тучи, сильный ветер. Он послал облако Самвартека, которое приходит в момент разрушения Вселенной. И весь Эканву стал быстро покрываться водой, и все в Рыжавасе, все жители, коровы, телята, все животные, они подверглись ужасному риску Индра. Он просто, на самом деле, Он не хотел это, Он просто убивал этих всех живых существ. И тогда мы знаем, что Господь, Он очень милостью поднял Хом Гвардхан, и как раз, если вы помните, первые, ну, два года назад у нас была Пуджа, был такой треск, и Гвардхан, Он поднимался. После этого происходила лила, когда Кришна, Он держит Хом Гвардхан, Он держит его на левой руке, чтобы все были полностью уверены, что Он его не уронит. И когда все-таки Мама Ишотта засомневался, Он перестал его на мизинец левой руки, таким образом показывая, что Ему это несложно. Хотя мы знаем, что, безусловно, Ему помогали. Ананда Махарадж и все старшие пастухи, они, когда увидели, что Господь, Он, в общем-то, устает уже, похоже, ну, или должен, то они подперли это тоже палками и сказали, можешь отпускать. И Господь чуть-чуть отпустил мизинец левой руки, и этот весь Гвардхан навалился на эти посохи всех пастухов, и они сказали, ну, ладно, помогай, продолжай. Вот, мы знаем, что эта лила, она особенная, потому что Гвардхан, Он является лучшим из преданных, Он, в двух ипостасях, мы ему поклоняемся, мы поклоняемся Гвардхану как самому великому преданному, который дает все для Игоря Господа Кришны. И как раз в этой лиле Он очень сильно это демонстрирует, Хом Гвардхан, потому что, на самом деле, все жители Эвриндавана, они были неудалительны только одним, что они видят Кришну и могут служить Кришне, ну, какими-то отрезками времени. Допустим, когда мама Ишода, она купала Кришну, когда она одевала, когда она укладывала спать, служила только мама Ишода и там ближайшие кормилицы, ближайшие преданные в отца Лераси. Потом, соответственно, Кришна просыпался, с друзьями уходил на, так сказать, на Гвардхан, во Вриндаван, пасти коров. И в это время с ним были только его мальчики-пастушки, друзья. Когда, так сказать, вечером он возвращался, то он украдкой пробирался к Гопии, тогда были только Гопии, да, с ним могли общаться. И преданные, они немножко переживали, что вот большую часть дня они не видят Кришны. Они хотели видеть Кришну круглосуточно. И Гвардхан как раз, как великий преданный Господу, он дает эту возможность. Во время Гвардхана Лилы, пока Кришна держит Гвардхан, семь дней и семь ночей все в Раджавасе окружают Господа Кришну и находятся в нем, так сказать, ну, в общении, в близком общении. Поэтому Гвардхану пристает, так сказать, в таком виде, как великий преданный. И также мы поклоняемся Гвардхану, как самой Верховной Личности Бога, потому что Кришна вошел в Гвардхан, и Он сказал, что Он не отличен от этого холма. И Он сказал, что можно брать маленькие камешки с разрешением Духовного Учителя. Не всем. С второй инициацией. Но Он так не говорил. Но неважно, можно брать маленькие камешки и поклоняться этим камешкам Гвардхана, вот этим Гвардхану Шилам, как самому Кришне, как Ему самому. И когда эта лила закончилась, и Индра понял, что, кажется, Он снова попал в неприятности в очередной раз. Если вы посмотрите Шимедбхагаватам, я сейчас перечитываю шестую песню Шимедбхагаватам, там тоже очень много описывается, в том, как Идра попадает разная неприятность. И Он понял, что в очередной раз Он попал в определенную неприятность. Он понял, что опять это Верховный Господь Игры совершает. И в этом случае, мы знаем, Он прекратил вот эту бурю, прекратил этот ураган. И Он очень сильно стал переживать по этому поводу. И вот как раз начинается вот эта третья часть, как бы, так сказать, вот этой Гвардханы Лилы, когда Индра, он раскаившись, просит прощения Господа Кришны. И вот сегодня мы поговорим об этом, почитаем об этом. И сегодня как раз торт Гвардхану посвящен этой Лиле. Если вы посмотрите, то вот это Кунда, или то место, где совершалось омовение Божественное, находится на месте Говинда Кунда. Если вы были во Вриндаване, Гвардхан, вы понимаете, что это происходит. Это как раз то место, где совершаются вот те события, которые мы сейчас будем читать из Бхагаватам. Мы видим, что Кришна, Он сидит на холме Гвардхани в таком вот, это вот, ну вот, если вы посмотрите, с правой части, не сверху, с правой части, Кришна, Он сидит такой, выпрямив спину, очень, так сказать, официально сидит на Висасане и принимает поклонение. И мы сейчас будем читать, что это за Лилы, вот, так сказать, объяснять эту Лилу, рассказывать про эту Лилу, которая произошла на холме Гвардхане. Это заключительная Лила Хама Гвардхана, этой Лилы, Гвардхана Пуджи. Около берегов Говинда Кунды это произошло. И, безусловно, Индра совершил ужасное оскорбление тем, что Он пытался убить всех в Раджавасе, пытался, ну, как бы, разгневанным тем, что прекратили поклонение Ему, пытался отомстить Кришне. И Индра, Он это, безусловно, очень хорошо понял, потому что, на самом деле, Индра, безусловно, преданный Господе Кришне, Господе Вишне. Мы видим, что в любой, на протяжении Бхагава, в любой серьезной ситуации, когда Индру действительно очень сильно припекает, то Он всегда обращается к Верховной Личности Бога. Безусловно, Он находится на другом этапе преданного служения, не так, как преданный Вишнавасе, чистый преданный Господе Кришне. Он находится на уровне Кама Мишра Бхакти, то есть Он занимается преданным служением с примесью удовлетворения чувств, так скажем. И у него, на самом деле, не так много уж недостатков, если честно. Мы как-то разбирались с преданными, и Бхагава там описывается, что у Индры, у него, по большому счету, такая серьезная анардха, только да, он очень сильно привязан к положению Индры. Вот, если вдуматься, у нас больше анардха, потому что мы, да, мы привязаны к своему положению. Да какого бы то ни было у нас положения, мы к нему все равно привязаны. И еще, кроме этого, у нас еще есть небольшой список на несколько страниц, но вот к чему мы привязаны. Но Индра, он был очень сильно привязан к своему положению, положению Индры. Индра, на самом деле, это пост, это все равно, что говорит царь. Нашего Индра зовут Пурандара, да, насколько он? Пурандара? Пурандара, да. Вот, и на самом деле Индра это пост, то есть мы, так говорим, царь, ну, грубо говоря. Вот, и он преданный Господа, и на самом деле очень-очень хороший преданный, потому что когда возникают всякие страшные такие ситуации, когда он понимает, что он уже своими силами никак не может в этой ситуации разобраться, он всегда призывает Верховную Личность Бога, и Господь приходит к нему на отклик. Он родился, как его младший брат Вамана, когда Балия Махараджа отобрал у Индры царство, да, и стал молиться. Он пришел к нему лично, когда появился... Все, забыл, как зовут демона, который с ним... Веритросура, когда появился Веритросура, он победил, так сказать, войско Индры, и Индра, он тоже обратился к Верховной Личности Бога, и Верховная Личность Бога пришел, рассказал, как ему победить. То есть мы видим, что Господь, Он очень милостив к Индре. И в этой ситуации, на самом деле, когда мы говорим о Гвардхане Пудже, безусловно, это лила, которая призвана защитить в Ржавасе, но точно так же эта лила, она создана Господом для того, чтобы помочь Индре стать преданным. И по большому счету, если разбирать разные уровни преданных и приближать и применять их к нашей ситуации, то, наверное, ситуация, в которой Кришна учит предаться Индру, более близка нам, чем, допустим, ситуация, в которой предается Гопи Вриндавана, или Гопи Вриндавана, или Мама Ишода Кришне, правда? И у Индры есть какие-то привязанности, у нас есть привязанности. Мы помним о Кришне только тогда, когда нас припекает. И, правда ведь? И, по крайней мере, очень искренне помним о Кришне, когда что-то случается. И у Индры тоже точно так же действует. И мы видим Верховную Личность Бога, периодически молимся Ему, и Господь Индры тоже видит Верховную Личность Бога, периодически молится Ему. Правда, Он лично с Ним разговаривает иногда, в отличие от нас. Поэтому Индра даже где-то получше, чем мы. И в этой ситуации, эта история, это Лила Говардхана Лила, она также рассказывает о том, как Индра, он смог в очередной раз углубить свое сознание Кришны. Как он смог в очередной раз понять, как Господь ему помог понять, что же является главным. что он забыл в этой Лиле. И какое у него самое, может быть, больное место, тоже Господь показал. И Индра это увидел прекрасно, он об этом будет сейчас говорить в этих стихах. Итак, мы приступаем к 27 главе Шимадбхагаватам, 10-й песни. Называется эта глава, Индра и Сурабхи возносят молитвы. И в первом стихе Шукадео Гасами сказал, «После того, как Кришна поднял хом Говардхана и защитил обитателей в Раджа, а из беспощадного ливня, Сурабхи, мать коров, спустила со своей планеты, чтобы увидеть его. Вместе с ней пришел и Индра». Вот так вот, вместе с ним пришел и Индра. Комментарий. В этом стихе слово «голокат» указывает на одну из планет материального мира, «На которой обитают необычные коровы». Сурабхи шла к Господу с радостью, однако Индра был охвачен страхом. И здесь из комментариев объясняется, что Сурабхи, она когда шла вот на эту встречу с Господом Кришной, ее позвал Индра, то есть она сама, может быть, и не пошла бы, но ее позвал Индрой. Мы сейчас узнаем из комментариев, почему это произошло. Но Сурабхи она шла с радостью, потому что она была в этой ситуации, у нее был только один мотив, она просто хотела увидеть Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Она хотела вознести Ему молитвы. Индра же шел со страхом, объясняется. Здесь объяснится, почему. Мы знаем, почему, потому что он сильно очень напортачил. «Как следует из этого стиха, чтобы защитить жителей Вриндавана от дерзкого и преступного нападения Индры». Вот так здесь очень интересно характеризует Шокадева Гасвами это нападение. Он говорит «Асарат, ракшите, враджа». То есть он говорит «Очень дерзкое». Кришна защитил жителей Вриндавана от дерзкого и преступного нападения Индры. Кришне пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам. Но если вдуматься, это действительно чрезвычайные меры, поднять целую огромную гору, чтобы защитить жителей Вриндаваны. Больше того, даже это очень сильно призывало впечатление на жителей Вриндавана. До этого он тоже защищал их, правда. То есть он убивал кучу демонов, согласны? Но жители Вриндавана как-то спокойно это принимали. Ну убил еще одного демона, что-то они зачастили. Поначалу давайте переедем. Потом уже такие даже идеи не было, когда они во Вриндаван из Гакулы переехали. Уже они особо так не беспокоились. Кришна убивал по два демона в день, в общем-то, по большому счету. К этому все спокойно уже как бы относились. И интересно, что перед этим была глава Шимбхагатам, которая называется «Удивительный Кришна». Потому что жители Вриндавана, после того, как Кришна поставил Хом Гавардхана, то есть была первая глава, ну предыдущая глава была рассказывать, как вот эта Гавардхана Пуджа совершалась, потом как Кришна поднял Хом Гавардхана, а потом раз, вот между вроде как вот этими лилами, целая глава посвящена к тому, что преданные, которых только что спас Господь, были очень удивлены или даже потрясены. До этого такого не было. И они пришли к Нанды Махараджу, целая глава описывает, «Удивительный Кришна называется», и стали спрашивать, Нанды Махарадж, а вот такая ситуация, вот он так вот поднял холм, что-то такое, можно сказать? И Нанды Махарадж, они стали там вспоминать все, и в результате вспомнили, что Гаргамуни еще говорил, что это вообще непростой ребенок. Ну, то есть они так все это, очень их сильно удивило и потрясло это событие. И здесь вот в комментарии говорится, что чрезвычайные меры Кришна принял, чтобы поднял хоть Гавардхан. Это необычно. На самом деле говорится, что если кто-то говорит, заявляет, Кшил Пропад очень любил пример приводить, что если кто-то заявляет, что он Господь, то можно всегда попросить, поднимите вот этот торт на мизинце левой руки. И мы даже не просим Гавардхана. Даже вот этот торт. Представляете, насколько он верховный личный стихолог, насколько он Господь, он знал точно центр тяжести холма Гавардхана. Попробуйте на мизинце, я не знаю, яблоко удержать или там, не знаю, что-нибудь такое. Очень сложно будет найти вот это место, чтобы он не свалился с мизинцем, правда ведь? Ну и в хом не ходил ходуном, знаете, как вот эти иногда показывают всякие жонглеры, они там все вот так вот ходят, они там балансируют. Нет, Господь очень спокойно держал, вообще не напрягаясь. Ну вот, то есть, это действительно удивительная лила. И здесь вот об этом еще раз напоминание, чтобы мы немножко сконцентрировались, вспомнили, что вот этот поступок, поднять хом Гавардхана, это необычный поступок. Не каждый день такое делает Кришна. Даже Кришна не каждый день такое делает. Индра был одновременно смущен и испуган, описывается. Интересное состояние Индры. Он был смущен и испуган. Поступив недостойно, он бросился в Бракме в поисках защиты. И Брахма, посоветовав ему отправиться к Кришне, взял с собой корову Сурабхи, обитающую на планете Галлока в материальном мире. Очень интересно, да, что когда Индра, он понял, что он действительно совершил очень ужасное оскорбление Господа, и в Раджавасе он сразу пошел к Брахме. Брахма – это руководитель всех полубогов, он творец этой вселенной. И он пришел к Брахме. Интересно, что описывается, что когда он пришел к Брахме, то он немножко политически к нему подошел. Знаете, вот не передавшись, как обычно младше, они, когда хотят принять прибежище у старших, они просто рассказывают им по-честному, что происходит, что как, пожалуйста, посоветуйте что-то. Но здесь интересно, что Индра, он еще не отошел от Элилы, он еще не ушел от этого положения, знаете, царя, царя всех райских планет. И когда он подошел к Брахме, немножко политически подошел, он сказал, «О, дорогой Брахма, прими мои поклоны, вот ты же тоже недавно оскорбил Кришну, Брахма сказал. Ну, ты же украл у него телят, пастушков целый год. Ну, это же я знаю эту Элилу, я уже слышал, мне рассказывали. Ну, ты тоже оскорбил его. И потом просил прощения, и Кришна тебя простил. Как мне-то тоже попросить прощения? Как вот такие слова найти? То есть, в общем-то, так политически. И Брахма, он увидел это, он сразу указал Индре на это. Он говорит, «Знаешь, я-то всего лишь украл пастушков и телят, вот, как бы всего лишь, а ты-то их пытался убить всех. И как бы наши, как бы немножко неравноценные оскорбления». И тогда Индра понял, что не годится эта вся вот эта политика, она, так сказать, не для сознания Кришны. Он принял прибежище Брахме, и тогда Брахма сказал, «Есть один способ, он очень любит коров, а из всех коров, он больше всего любит Сурабхи, как первых из коров, и прародительность из всех коров. И поэтому, если ты попросишь ее замолвить за тебя словечко, если она впереди тебя пойдет, и ты приближешься к Господу, потому что он до этого пытался приближаться к Кришне, и Кришна вообще на него, знаете, игнорировала, вообще игнорировала. И поэтому, говорит, «Но если ты пойдешь в Сурабхи, то он обратит свою взору на Сурабхи, и ты будешь стоять за ней, и он увидит тебя, и ты сможешь к нему обратиться». Такой вот интересный способ придумал Господь Брахма. Здесь как раз Индра, он пользуется этим способом, и идет описание Шамибагута. Итак, следующий стих. «Индра был глубоко смущен тем, что оскорбил Господа». Смущен. В ридитах, здесь, ну, как бы дословно, он был очень сильно престижен. Это очень важное качество, стыд, если мы совершили что-то неправильно в сознании Кришны, если мы совершили что-то неправильное в направлении, ну, направленное на Верховную Личность Бога. Просто прийти и просить очередное спрощение, знаете, как вот сделать из этого обряд. Вся эта лила, она говорит, не делайте из сознания Кришны обряд, правда? И вот просто, знаете, пришел, как вот Шилпурпад, он часто говорит об этом, да, он говорит, что люди приходят в церковь или в храм, да, просят отпустить им грехи, правильно? Им отпускают грехи, и потом что они делают? Они идут и снова продолжают совершать эти грехи, правильно? И потом, в следующую неделю, они снова воскресенье приходят, снова это происходит, и так бесконечно. И, говорит, такое, как бы, ну, вот, без раскаяния, без стыда, без престижности, да, вот такое вот прощение, оно бессмысленно, правда? Приводится пример, этот пример приводит Махараш Парикшит, когда Шукадева Гасами предлагает ему такой же способ, шестой песни, помните, в начале истории про Аджамилу, помните? Шукадева Гасами, он предлагает, его тоже Махараш Парикшит спрашивает, а вот если человек совершает греховные действия, он попадет на греховные планеты, в пятой песне только что описывал, ну, а, так сказать, как освободиться от понятия грехов? И Шукадева Гасами говорит, очень просто, зависит от того, какой грех ты совершил, значит, надо такую выбрать прощиту, искупление, и начинает описывать, рассказывать это, что Парикшит говорит, Шукадева Гасами, пожалуйста, примем поклоны, но это как-то неправильно, потому что это подобно купанию слона, он сказал, да, слон, он купается, он чистый, потом выходит, берет пыль, да, и полностью обрасывает себе пылью, смысл в этом купании? И он говорит, точно так же, если человек, он совершает грехи, потом он искупляет, да, так сказать, ну, как бы вину за свои грехи, и потом продолжает их, что? Совершает, то это бессмысленно. Он говорит, если не убить корень греха, то это бессмысленно, Шукадева Гасами очень радуется, помните, что в той песне, и рассказывает историю про Аджамилу, о которой мы сейчас рассказывать не будем, о том, как святое имя может спасти от любого количества грехов, ну, если кратко это история. И здесь Индра, он престижен, здесь описывается, что Индра, он престижен тем, что он совершил. Это очень важно. Если бы вот этого качества не было, если бы Индра подошел и продолжал бы, знаете, сделал бы это для галочки, понимаете, да, то есть, ну, вроде как оскорбил, я стыда особо не чувствую, но вроде как надо же, ну, как бы, так сказать, это же Господь, это же Кришна, или страх, или еще что-то. Но он испытал стыд, он испытал стыд за то, что он сделал. И это очень важное качество, которое первое нам демонстрирует Индра, как нам усиливать наше сознание Кришны. Если мы совершаем что-то в своей жизни неправильно, если мы совершаем какой-то греховный поступок, если так или иначе мы чем-то оскорбляем Господа Кришну, то первое, что мы должны испытывать, это стыд. Искренне испытывать стыд. И тогда в этом случае можно идти к Господу и просить прощения. Если у нас стыда нет, безусловно, мы можем просить у Кришны прощения, но вряд ли это будет, ну, услышано, как сиявствует из этой лилы, которая предыдущая. И поэтому вот очень важное качество, на которое указывает Шокодайв Госвами, то, что Господь Индра, он был престижен, стыд. Итак, Индра был в глубоком смущен тем, что оскорбил Господа. Отыскав его в уединенном месте, Индра упал в поклоне и прикоснулся своим шлемом, сверкающим, словно солнце, к лотосам стопам Господа. Очень интересное здесь такое описание, что он прикоснулся своим шлемом. Шлем у царя всего царства. Что это такое? Что такое шлем? Это корона, да? То есть, таким образом, он показал, что он понимает свое подчиненное положение перед Господом. Что он, да, он царь всех полубогов, он царь всего рая, но при этом Кришна, он царь всех полубогов, он царь его, в конце концов, он его повелитель, и он этим признает это. Комментарии. Харивамше, Вишну Порана 19.3, мудрец Ши Вайшампайна, рассказывает, где находилось это уединенное место. Он говорит, Садар Шопавиштам, Ваи Гавардхана Шила Тали. Он увидел его, Кришну, сидящим у подножия холма Гавардхана. Вот как раз мы сейчас попадаем в это место, которое у нас на торте изображено, я не знаю, как на холме Гавардхан. То есть это было уединенное место. Это было у подножия холма Гавардхана. Там прямо на Шиле, здесь у нас на троне, но на самом деле Гавардхан, он принимает любые образы, и он мог принять образ такого замечательно красивого трончика. И на самом деле на Гавардхана Шиле Господь, он сел, и он находился там совершенно один, написывается. Никого рядом не было, хотя это неправда. Один мальчик-пастушок, все ушли, жители Вриндауна, это правда. А Господь сказал, у меня тут есть дела, подождите. И он остался как раз, чтобы таким вот образом принять прощение Индры, чтобы Индра будет просить прощения. Он уединился именно в такое специальное место, сейчас это место известно как место Гавинда-кунда. И вот в этом месте он находился совершенно один. И это тоже очень интересный момент, очень показательный момент. То, что Господь, Он вошел в положение Индры, и Он не стал, знаете, «О, тебе прощи прощение при всех, вот всех вражавасит, и всех как оскорбил, вот теперь при всех, знаете, очень сложно признать свою вину, особенно человек, который, ну, действительно, вот эта гордость, как у Индры, она является, ну, как бы, его главная нартка, очень сложно признать свою вину при всех, правда ведь? И Господь входит в его положение, Он не говорит, «О, теперь всей вселенной объяви, что ты неправ, да? Скажи это перед всеми». Ну, как бы нет. Он находится в соединенном месте, у подножия Халмага Вардхана, Кришна сидит. Я сказал, что все ушли, один мальчик, маленький мальчик, вообще самый маленький, он еще даже коров не пас, и даже телята еще мы не доверяли, он был такой, настолько маленький. На самом деле, он тоже задержался, и он подглядывал за всей этой лилой. Здесь Бхагаватам это не описывает, это Ачари описывает. Ну, вот. Именно потом, кстати, он в последствии рассказал всем жителям Вриндавана, что здесь происходило, и вот он был свидетель. Кстати, ему никто не поверил. Вот. Ну, мы верим. Шукадев Гасай, мы читаем дальше эту лилу. Из комментариев Ачариев яствует, что Господь Кришна хотел встретиться с Индрой наедине, чтобы не унижать его еще больше. Видите? Индра пришел предаться и попросить прощения, и Господь позволил ему сделать это без посторонних. Ну, Ачария тоже, ну, Ачария еще раз акцентирует внимание на этом моменте, да, так сказать, как правильно просить прощения, и как... Мы тоже иногда, кто-то к нам совершает какие-то действия, правда? И мы тоже должны учиться на примере Господа, на примере этой, или как правильно прощать. И здесь объясняется, что квалификация человека, который, ну, так или иначе, нас случайно оскорбил, это, ну, там, так сказать, его квалификация все понятна, он должен быть хотя бы стыдиться этого, да, он должен переживать из-за этого. Но если кто-то просит прощения у нас, то, во-первых, вот здесь написано, как это сделать надо. Надо сделать это в уединенном месте, это первое, без посторонних. Следующий текст. Индра уже слышал о трансцендентном могуществе Всесильного Кришны. Так интересно? Он уже слышал. А теперь увидел его собственными глазами. «Раньше Индра гордился тем, что управлял тремя мирами, но теперь гордыня его была сокрушена. Моливденно, сложив ладони, он обратился к Господу с такими словами». Здесь описывается состояние Индры, и сейчас Индра будет возносить молитвы Господу. Здесь даются прекрасные комментарии, но я бы хотел сделать, ну, прочитать эту главу целиком. Здесь эта глава, она содержит 28 стихов, поэтому некоторые комментарии я буду... оставлять на ваше домашнее задание. Вы сможете дома спокойно прочитать их. Итак, следующий текст, четвертый. Царь Индра сказал, «Твой трансцендентный образ, состоящий из чистой благости, всегда неизменен, озарен знаниями, свободен от примеси гун страсти невежества. В тебе нет круговращения, гун материальной природы, вызванного невежеством и иллюзией. Откуда же тогда возьмутся в тебе признаки невежественного человека, жадность, вожделение, гнев и зависть? Ведь они появляются в результате соприкосновения души с материальным миром и заставляют ее еще больше запутаться в сетях материального существования. И все же, будучи верховным Господом, ты караешь грешников, чтобы усмирить их и защитить заповеди религии». То есть первое, к чему он обращается, обращается к Господу. Во-первых, он обращается к нему, мы видим, очень официально. Он говорит, ты повелитель трехгун материальной природы, ты трансцендентен ко всему материальному миру. То есть такое очень официальное обращение. В следующем стихе он очень тоже тонко говорит, он говорит, что у тебя же нет зависти, но ты же меня простишь. Другими словами, он очень тонко так это говорит, потому что он говорит, у тебя же нет таких качеств, как жадность, вожделение, гнев, зависть. Если есть такие качества, то простить сложно, правда? Почему нам трудно прощать других, когда кто-то нас обижает, правда? Потому что у нас эти качества есть, но у Господа их нет. И Индар говорит, у тебя же нет этих качеств, поэтому тебе легко будет простить меня. Это несложно. Интересный такой момент. И очень официально все это говорит, и очень так с точки зрения разума, знаете, такого. Он говорит, ты отец, продолжает Индар, ты отец. Он говорит, ты же отец. Папа должен же прощать своих детишек. Детишки периодически что-то делают, такой неправильный. Ну, вот такой у тебя, не самый хороший сын, да. Ну, ты же мой отец. Он говорит, ты отец, духовный учитель всей вселенной. Ну, ты же учитель. И верховный повелитель. Ты неумолимое время, карающее грешников, для их же блага. Поистине, принимая по своему желанию разные облики, ты без колебаний попираешь гордыню тех, кто возомнил себя повелителем этого мира. Комментарий. В этом стихе очень важное значение имеет слово хитая. Господь Кришна защищает историю религии и наказывает злодеев ради блага всей вселенной. То есть он говорит, ну, если ты совершаешь какие-то наказания, то ты это делаешь для всего блага, да. Поэтому прости меня ради блага всей вселенной. Знаете, когда очень похоже, когда мы обращались, вот я помню, когда я впервые обращался к Богу, да я же еще не знал, что Кришна зовут, то я обычно всегда говорю, если ты есть, ну, то есть докажи, да, выполни мое желание. Вот это мой просьбой, выполни, пожалуйста. Ну, как бы, ну, если, ну, ты же всемогущий, значит, тебе будет несложно. Очень такая логика, очень интересная, правда? Это как вот, знаете, дети просят у родителей что-то купить, да? Они все время всякие-таки уловочки придумывают. Манипуляции, да. У Индры не получается, пока, знаете, вот искренне обратиться. Очень четко это будет видно на вторую часть главы, ну, следующую часть главы, этой главы, следующие там стихи, будет произносить Сурабхи. Ну, как бы она будет, и у нее вообще таких качеств нет. Она будет обращаться именно, знаете, с чистой преданностью, с чистой любовью, с любовью Кришны. А у Индры все-таки, знаете, у него немножко такая, видите, немножко политика такая. Недалекие, лишенные веры, горе-проповедники упрекают Бога в том, что Он наказывает живых существ посредством сил природы. Однако посылает ли Господь людям наказание в виде стихийной бедствия или наказывает их сам, принимая облик одного из своих воплощений, как сказано здесь, в любом случае у Него, как у Отца, Духовного Учителя и Верховного Повелителя всего сущего, есть на то право. Полное право. У Господа в запасе имеется еще одно верное средство пресечь бессмысленные попытки обусловленных душ построить на земле Царство Бога без Бога. Это неумолимое время. Есть такая пословица, пожалеешь розгу, испортишь ребенка, сына, да. Хорошая, видите, авторитетная пословица. Это в самом деле так, и мы должны понять, что Господь оказывает нам милость, помогая исправиться, а не упрекать Бога за Его отеческую заботу, как это делают маловеры. Здесь описывается очень важная часть нашей философии. Когда с нами происходит что-то, когда Кришна, Он наказывает нас за какие-то определенные последствия. Или Он наказывает даже не обязательно лично, Он делает это просто посредством нашей кармы, которую мы заработали. Понимаете? То есть, вот этот инструмент кармы, который, в общем-то, к Кришне уже даже отношение не имеет, Он сам действует без Его дальнейшего вмешательства. Господь устанавливает эти законы, и дальше они действуют сами. И мы, запутавшись в этих законах, мы иногда притерпаем какие-то страдания. И в этом случае мы начинаем за это упрекать Кришну. Мы говорим, я же преданный. Я же 16 кругов повторяю иногда. Я же соблюдаю 3-4 принципа. Я, так сказать, все для тебя делаю, а ты вот такие вот испытания на мне. И мы должны понимать, что делает Он это из любви. Однажды ученики Шилы Пропада, они подошли к Шиле Пропаде в таком возбуждении, и они сказали, Шиле Пропада, только что произошло очень такое событие. Одна ваша ученица, она распространяла книги весь день. Очень много книг распространила. И она шла в храм. И переходя дорогу, машина, приезжая на большой скорости, задела ее руку. И она очень сильно повредила руку. И Шиле Пропада сказал, ну, надо в больницу, он там принял какие-то определенные меры. И он сказал, это милость Кришны. И ученики они сказали, Шиле Пропада, мы не понимаем этого. Объясните, пожалуйста, смотрите. Она ваша ученица, она преданная Кришне. Она целый день распространяла книги. Она шла в храм на вашу лекцию. Почему это произошло? Понимаете? Вроде логично все. Она преданная, она распространяла книги, занималась служением. Она шла в храм. Почему это произошло? И Шиле Пропада, он ответил очень этим образом. Он так немножко задумался и сказал, на самом деле, сегодня она должна была погибнуть. Но Кришна, он избавляет этой большой, ну, как бы беды, своей милости. То есть, очень часто те беды и несчастья, которые приходят к нам, преданным, мы воспринимаем как ужасную трагедию, но на самом деле Кришна очень милостив. Все, что происходит с нами, пока мы находимся в этом материальном мире, счастье и, тем более, страдания, они даны нам ровно столько, Кришна дает нам их ровно столько, чтобы мы могли их преодолеть. И они являются нашими последствиями, нашей деятельности. Не то, что Кришна, он, знаете, придумал какую-то ужасную ситуацию, чтобы мы страдали. Вот у него такая, знаете, вот ему так нравится, чтобы все вот страдали. Нет у него такого. Он относится по-отечески. И этот текст, этот комментарий, он затрагивает этот очень важный философский вопрос о том, как мы должны принимать то, что с нами происходит, как мы должны принимать милость Кришны. Как помните, это история о том, как у одного царя был великий преданный Кришны министром. Он был великим преданным, он все время говорил, все, милость Кришны. И этот царь вместе с этим министром мы пошли на охоту. И во время этой охоты царь отрубил себе так или иначе, каким-то образом потерял большой палец в руки. И для царя это была трагедия. Он понимал, что он уже не станет очень хорошим лучником, правда, без большого пальца в руки стрелять трудно. Но пианистом тоже вряд ли. И вообще это большая потеря. Он сильно переживал и министр, чтобы утешить его. Он сказал, это, дорогой государь, милость Кришны. Он сказал, это милость Кришны? В тюрьму. В тюрьму. Пожизненно. То есть он настолько был разгневан этой ситуацией, что он сказал, все, посадите этого горя советника в тюрьму. И много, на самом деле, времени этот министр, он сидел в тюрьме, и потихонечку царь, он свыкся с тем, что у него нет большого пальца, он свыкся с тем, что, так сказать, ему придется жить так, он как бы так или иначе вознадоил свою жизнь, в которой он живет. Он снова пошел на охоту, и в этот раз так получилось, что его поймали разбойники. Эти разбойники мне сказали, замечательно, мы принесем сегодня царя, вообще вот этого человека, в жертву богине Кали. Вот такие у него такая вот идея возникла, совершенно абсурдная. Они принесли к своему жрецу, тоже бандиту, так сказать, этого царя, омыли его целиком, мастили его маслами, сказали, вот отличная жертва. Тот посмотрел, сказал, вы что вообще, аппаратха, вы эти аппаратчики, оскорбители. У него же нет большого пальца, это получается, ну, как бы, неполное подношение, мы, как бы, так сказать, богиню оскорбляем этим, все, выгоните его, выгоните это. Ну вот, и его отпустили. Он пришел обратно в царство и сказал, позовите министра. Рассказал ему всю эту историю и сказал, ну, ты, похоже, был прав. Это милость Кришны. Но у меня, говорит, есть вопрос. Тот министр, да, конечно, государь, что ты, говорит, почти полгода присидел в тюрьме. Это, говорит, тоже милость Кришна? Он говорит, да. И показал свои руки. У меня так эти все руки, все пальцы на руках. Ну вот. Мы иногда не знаем, мы не понимаем, что с нами происходит в этом, ну, как бы, так сказать, в этом материальном мире. И вроде, да, мы преданы, но иногда с нами происходят какие-то вещи. И если мы научимся вот в этом настроении Индры принимать их, как милость Кришны, как возможность дальше прогрессироваться, как ступеньку, чтобы подняться в своем сознании Кришны, тогда в этом случае это будет в правильном настроении, о чем здесь нам говорит Бхага в этой истории, в данной истории, о чем говорят Ачарьи в комментариях. Вот. Очень важный такой момент в нашей философии. Продолжим. Не устали? Нормально пока? Даже такие глупцы, как я, это Индра говорит, продолжает. Даже такие глупцы, как я, возомнившие себя повелителем Вселенной, очень быстро забывают о своем высокомерии и начинают идти по стопам тех, кто избрал духовный путь, когда видят, что ты остаешься бесстрашным, даже перед лицом неумолимого времени. Поистине, ты наказываешь провинившихся только для того, чтобы преподать им хороший урок. Вот это он, видите, это понимает Господь Индра, говорит, ты вот этим поступком преподал мне урок, помогаешь мне. Понимаете? Это очень важно, потому что, по сути дела, только что Индра, он хотел убить всех в Рожавасе, понимаете, как у него гнев был. И тут он смог, ему хватило его сознание Кришны, чтобы принять, что он совершил ужасное оскорбление, он устыдился этого и принял это как урок. Понимаете? Именно поэтому Господь Кришна помогает ему. Именно поэтому Кришна, смотрите, в единенном месте сидит и слушает все молитвы Индры. Понимаете? Потому что, ну, представьте себе, заставить Бога сидеть на неудобном камне и слушать эти все молитвы. Зачем? Он же может пойти и общаться с своими мальчиками, пастушками, друзьями, правильно? Он может пойти к своей маме, она будет его кормить, но он сидит и слушает Индру. Очень милостиво. Опиненный своей властью и позабывший о твоем немогуществе, я оскорбил тебя. О, Господь, будь милостив, прости меня. Мой разум помутился. Пусть же сознание мое никогда больше не осквернится. Очень тоже важный момент в молитвах Индры. Он сказал, да, я, ну, это какое-то забвение вообще, то, что я не узнал тебя. И даже, смотрите, представьте себе, когда он полнил гору, еще семь дней он думал, а Господь ли это? Ну, тут, ну, мог бы, он, знаете, как вот только гора стала подниматься, он мог уже понять, ну, как бы, это, кажется, необычная личность, пойду попрошу прощения, правильно? Но он еще семь дней пытался, все равно пытался как-то навредить. Он там, и, так сказать, такие, знаете, такие струи были, вот эти у ливня, которые на Гвардхан падали, что в нем даже отметки оставались, такие, ну, как бы, ну, как бы, мятины такие. И Господь пришлось, ему пришлось выпустить свою сударшин-чакру, сударшин-чакра летала и разбивала все эти, не знаю, струи воды в мелкие брызги, поэтому там был очень хорошо такой конденционер, вот, было не жарко под этим холмом. На самом деле, там было не то, что, знаете, он поднял Гвардхан, и там, и там, знаете, корни какие-то, там, паучки всякие бегали, червяки какие-то, знаете, как дерн поднимешь, там все поболзают, вот, такая движуха. Нет, там было все очень нормально, там было все очень культурно, говорится, описывается, там были, там дворцы были, целые дворцы, в Ржавасе, они не то, что на эти стояли там и ждали семь дней, они там, ну, как бы все хорошо было, не то, что он Кришна позаботился таким вот образом, это удивительно. Кстати, на самом деле, Хом Гавардхан держал даже не Кришна, знаете кто? И даже не пастухи, даже не знаете, ну и ладно, и даже не Баларама, а Шимати Радхарани, но это и другая история. Нет, сейчас пока не успею просто. На самом деле, да, Шимати Радхарани стоял рядом с Господом Кришной, и Кришна, он иногда смотрел на нее, потому что ему, ну, так сказать, он, ну, как бы, он обычно смотрел на всех своих преданных и отдалив их улыбкой. Все преданные, они смотрели на лицо Кришны, и, знаете, они даже не чувствовали ни голода, ни жажды, ни спать не хотелось, ничего. Они смотрели на Господа и просто упивались его лицом в прямом смысле. Пили его лицо, знаете, как нектар. Но вот, но в какой-то момент он стал бросать, так сказать, на Шимати Радхарани, и Баларама, он увидел, что он бросает взгляд на Шимати Радхарани. И когда Баларама увидел, что он бросает взгляд на Шимати Радхарани, ему стало стыдно. И у него пупырышки побежали, знаете, по всему телу. И он стал их прикрывать чадром. И когда он стал прикрывать чадром правой рукой, левая стала дрожать. И Хом Гавардхан стал ходить худуном. Вот один момент был такой. И все очень сильно испугались, и потом все стало нормально. Так вот. О, трансцендентный Господь, ты не сходишь в этот мир, чтобы уничтожить полчища воинственных царей, обременяющих землю и несущих с собой множество бед. Ботишься о том, кто верно служит твоим лотосным стопам. Я склоняюсь перед тобой верховной личностью Бога, величайшей, вездесущей душой, живущей сердце каждого. Поклону тебе, о Кришна, повелитель рода яду. Очень красивая такая шлока. Намаз тупхям бхагавате пуршая махатманы васудэва кришная сатватам патаяна маха. То есть Синдра, он склоняется перед Господом вот в этой молитве и просит его прощения. Он дальше продолжает. «Я склоняюсь перед ним тем, кто, откликаясь на желание своих бакт преданных, принимает разнообразные трансцендентные облики, чье тело – чистое сознание, кто есть все сущее, семя всего бытия и душа всех живых существ». Смотрите, как он красиво говорит. И здесь комментарии Ачария, они пользуются случаем и объясняют нам очень важный принцип. принцип о том, что мы должны относиться к Богу не как к безличному аспекту, а как к личности. И здесь Синдра, он говорит, смотри, ты, отвлекаясь на зов сердца твоих преданных, приходишь в разных обликах. Можно подумать, зачем Богу приходить в разных воплощениях, зачем он пришел как Гавардкан, он мог все это сделать по-другому, зачем он приходит как читание Махапруба, зачем как Вараха. Я помню, к нам пришла девушка одна, и она стала задавать вопросы, и она подошла ко мне и спросила, а вы монотеисты или, так сказать, как-то, политоисты, да, то есть вы верите в многих богов или в одного единого Господа? Я говорю, мы верим в одного единственного Бога. Хорошо. А это кто это? Это, говорю, Господь Читания, это Господь Нитянанда. Это Господь Нарисимхаде. И мне пришлось объяснять, что это все одна и та же личность, пришедшая в разных обликах. И здесь объясняет Господь Индрой этот момент как раз. Он объясняет, что Он приходит в разных обликах, чтобы откликнуться на зов своих преданных. То есть преданные, Господь об этом говорит также в Бхагаддите, помните, Он говорит, что зависит от той формы, которую преданный хочет поклоняться, такой форме я и проявляюсь перед Ним. И здесь Он это подтверждает, об этом говорит также Индра. И здесь в комментарии говорится, представление о том, что Господь есть нечто безличное, по неведомым причинам воплощающееся в материальном теле опровергается в первой же строке этого стиха. Здесь говорится, здесь Господа, Он обращается к Господам под именем свачхандопаттадехая, дехая. То есть я склоняюсь принимающей форму со соответствиями, желаниями своих преданных. Ну, так переводится это имя. Ну вот. И он говорит, что и комментарий здесь говорится, что представление о том, что Господь есть нечто безличное, по неведомым причинам, воплощающим материальном теле, опровергается в первой же строке этого стиха. Это о чем говорят мои вади. Они говорят, что есть все просто безличный дух. И он приходит и воплощается, как Кришна, это же безличный дух. И даже забывают, что он этот самый безличный дух. И поэтому их и называют майя вади, потому что они считают, что майя может покрыть кого? Кришну. Потому что Кришна забывает, что он вообще безличный брак. Но он и не помнит об этом даже особо. Здесь ясно сказано, что Господь принимает разнообразные облики в соответствии со своими собственными желаниями или откликаясь на желания своих преданных. Свачханда. Безличный Бог вряд ли сможет откликаться на желания своих преданных. Не говоря уже о том, чтобы иметь свои собственные желания. Ибо желание это признак личности. То есть Господь приходит в разных обликах, потому что он сам этого желает. Это признак личности. И Господь приходит в разных обликах, потому что этого просят его преданные. И если кто-то отвлекается на желания своих преданных, то он тоже что? Личность. Понимаете? То есть чтобы желать и отвлекаться на желания, надо быть личностью. То есть здесь Ачария показывает, рассказывает о том, что Господь является небезличным. Самое важное значение в этом стихе имеет слово вишутха гьяна муртая. Мурти означает форма божества, а здесь подчеркивается, что форма Господа представляет собой абсолютное, чистое сознание. Сознание – это первичное духовное начало, принципиально отличающееся от всех материальных начал, как грубых, так и тонких, у маразма ложного эго. Такие элементы представляют собой всего лишь оболочку, покрывающую чистое сознание. Поскольку тело Господа состоит из чистого сознания, то его никак нельзя назвать материальным телом, временным футляром из плоти и костей, которые мы носим в этом мире. Здесь объясняется, что когда Господь принимает такую-то форму, то эта форма не является рождением материи, это полное проявление духовной энергии, это сам Господь. Об этом говорит также Господь Брахма, Шилл Парпада обычно очень часто любит цитировать этот стих из Брахма Санхити, где он говорит, что Господь может в любой части своего тела, помните, совершать любые действия. То есть его тело, оно нематериально, полностью нематериально. В последних двух страхах этого стиха поэтически обыгрывается слово «сарва» «всё». Господь есть всё, Он семя всего и душа всех живых существ. Поэтому давайте же последуем примеру Индры и смиренно склонимся перед Верховным Господом. То есть очень интересно, да, так сказать, Индра, он говорит, ты всё, но при этом у тебя есть что? Орма. Очень такой, ну, такой важный для нас момент. Ясно? Это такая философия очень интересная, но здесь на примере вот этой истории очень легко её понимать, хотя она не такая уж простая. И дальше Индр продолжает, он говорит последний стих, а, два последних, он говорит, «О мой Господь, когда предназначенное для меня жертвоприношение было отменено, тоже очень интересный момент, а здесь он всё время говорит, я, 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 я. Он молится Кришне, всё время говорит, ну, я, ну, вот, я, понимаете? Вот сейчас будем читать, когда молитву Сурабхи чистого преданного, она вообще вот никогда не говорит, я. Очень интересно. «О мой Господь, когда предназначенное для меня жертвоприношение было отменено, я, на этом чувствуется, что он немножко всё-таки переживает, и что, поэтому, но так всё равно вспомнил, что мог бы не отменять. Ну, так, немножко так, у корток, немножечко. Но дальше он признаёт всё-таки своё, да, виноват. Но он говорит, я обуреваю... Это, знаете, как мы просим прощения, мы тоже говорим, хотя это, безусловно, в этом я не виноват. Это вот такие вот обстоятельства, всё вот это сделано, но всё-таки я прошу тебя прощения. Правда? Это очень похоже. Индра здесь так говорит тоже. Очень классический вообще стих. «О мой Господь, когда предназначенное для меня жертвоприношение было отменено, я обуреваемый гордыней». Это же, видите, не по своей вине. Это всё гордость. Страшно разгневался и решил уничтожить общину пастухов, послав проливные дожди и ураганные ветры. И захотел, говорит, убить всех. В гневе же со всеми бывает, но ты же всепрощающий, ты должен меня простить. Это вот так он заканчивается. «О Господь, ты пролил на меня свою милость, усмирив мою гордыню». Здесь он говорит, что я понял этот урок. Хотя ему явно сложно это признать, согласны? Ведь посмотрите, как это всё развивалось. Когда он услышал, что какие-то пастухи перестали ему поклоняться, он был в шоке, потому что, ну ладно, мы там какие-нибудь цари, какие-нибудь могучные полубоги, какие-нибудь мудрецы, там подшахтив чего-то, там шахте накопив. Это ладно, но какие-то пастухи вот не хотят. Он говорит, ну их-то я точно растопчу, понимаете? И вот он кидает всё больше и больше сил на это, и у него никак не получается. Он был в шоке от этой ситуации. «О Господь, ты пролил на меня свою милость, усмирив мою гордыню и помешав мне уничтожить Вриндаун». Так интересно. Шоке от этого голоса говорит, «Ты помешал мне уничтожить Вриндаун». Как будто бы он мог уничтожить Вриндаун. Так интересно. «И теперь я пришёл просить прибежища у тебя и Руховный Господь, духовного учителя и высшую душу». Вот так он заканчивает свои молитвы. Очень на самом деле познавательные, красивые молитвы и очень много уроков мы можем для себя черпать от этого. Безусловно, очень удивительно, как отвечает ему Господь Кришна, что когда Ага-Самя сказал, «Выслушав хвалебные речи Индры, Господь Кришна, Верховный Личность Бога, улыбнулся». Это был первый очень хороший знак. «Улыбнулся и стал говорить голосом низким, как раскаты грома». Очень интересно. Маленький мальчик, но здесь вот он не маленький мальчик, но вообще он маленький мальчик. Он только что из возраста Гагапава вышел, он небольшой, так сказать, маленький ребёнок, ему сколько лет, я уже не помню, кто-то из... знающих. 7-8 лет. То есть, небольшого такого возраста, да, вот он сидит на камне, Индра просит прощения, плачет перед ним, касается... И вот он начинает с ним говорить. И Индра к нему относится, как мы говорили, помните вначале? Очень он к нему, «Ты повелитель гун материоприроды, ты вездесущий». Очень официально. И поэтому Господь... Только представьте, какой Кришна юмор такой. Он начинает, Кришна говорит, не своим голосом, знаете, как мальчика, которому со всеми общается. Он начинает с ним говорить, как хочет Индра. Это тоже. С одной стороны, это юмор, с другой стороны, он отвечает на призыв преданного. Преданный к ним обращается, как к всевездесущему, как к повелителю трёх гун, как... И он такой, так же отвечает. Громовым голосом. Индре было приятно, наверное. Если бы мальчик начал говорить, ну, да ладно. Может быть, он так и не понял, вот ничего особого. А когда громовым голосом его простили, он был тоже очень удовлетворён такой, знаете. Потому что вот если Кришна придёт вот нам сейчас и пошутит с нами или ещё что-то, мы даже до конца не поймём, что это Кришна, правда? Но и сейчас придёт сюда Кришна и начнёт что-то громовым голосом вещать или предрекать что-то, или рассказывать нам нашу судьбу, знаете, что-то такое. Вот это будет настоящий Кришна, правда? Ну, это юмор. Итак, громовым голосом. Комментарии. Несмотря на то, что в то время Господь выглядел как маленький мальчик, слова Мекха Гамбхирая Вача свидетельствуются о том, что с Индрой он говорил громоподобным голосом Верховного Господа. Здорово. Я сейчас не послушаю, что он говорит. Верховный Господь сказал, о, Индра, я остановил жертвопоношение, предназначенное для тебя, только из милости к тебе. Итак, он этим громовым голосом говорит, я всё это сделал для тебя. Хотя видно, что Индра до конца это ещё пока не ценит, правда? Он и так вот говорит, ну, ты остановил жертвопоношение, мою гордость, ну, как вот так всё. Но до конца он говорит, я сделал это только для тебя, он говорит. Посмотрите, мы можем подумать, для чего Кришна на основе уже этого отношения. Что он хотел показать? Он приходит в этот материальный мир, чтобы карать грешников, демонов, и приливать милость на своих преданных. И Индра, его преданный. И он пришел и совершил эту игру, остановил. Вообще вся эта Гвардхана Лила, посмотрите, развилась не из-за того, что он хотел, ну да, мы знаем внутренние причины, потому что он хотел, чтобы все в Ржавасе были с ним семь дней, семь ночей под Гвардханом. Это да. Но внешняя причина, почему эта игра проявилась, это потому, что Господь хотел дать милость Индре. Я становлюсь уже это поношение предназначено для тебя только из милости к тебе. Твое положение Царя Небес вскружило тебе голову. Я же хотел, чтобы ты всегда помнил обо мне. Посмотрите, он говорит. Говорит, смотри, твои обязанности Царя, они вскружили тебе голову, и ты забыл что? Ты меня-то забыл, Кришну. Бога-то забыл. Историю просто вспомню про себя. Я принес божество, ну тоже на праздник, и поставил на алтарь. И потом, как бы не часто ты делаешь, и как бы после программы я оделся и ушел. И уже иду, и Шимонанда вдруг на всю алтарную кричит, и преданных много. Он кричит, видатха, ты Бога забыл. Видатха, Бога забыл. Все на меня смотрят, а я начинаю думать, почему я забыл. А потом, оказывается, я божество не взялся. Кришна так иногда. И главное, ну потом стал анализировать, действительно забыл уже. Уходишь, знаете, с праздника уходишь, и все, о нем уже не вспоминаешь. Хотя праздник только для него. Мы здесь собрались, чтобы о нем помнить. Больше причин это нет, по большому счету. Ну, поесть. Но, когда мы будем кушать просад, это тоже мы будем помнить о Кришне, так что все нормально. Итак, я остановил ты же это поношение, предназначил для тебя только из милости к тебе. Твое положение Царя Небес скружило тебе голову. Я же хотел, чтобы ты всегда помнил обо мне. Человек, ослепленный своим могуществом и богатством, не видит меня, стоящего рядом с ним, с коряющим жезлом в руке. И если я желаю ему подлинного блага, я не извергаю его с вершины материального успеха. Очень интересный стих. Он говорит, если человек ослеплен своим могуществом, то я помогаю ему прозреть. Да, возможно, таким вот очень, ну, так сказать, как здесь описывалось, удивительным способом, или каким-то очень таким экстраординарным способом, но он помогает ему прозреть. Комментарий. Есть очень интересный комментарий. Кто-то может удивляться, удивиться. Бог должен желать блага каждому. Согласны? Почему же Кришна говорит в этом стихе, что устраняет опьяняющее влияние материального благополучия лишь у тех, на кого он хочет пролить милость? Разве не должен он, заботясь о благе каждого живого существа, лишать богатства и славы всех без исключения? Это кусочек комментариев Шанчакратакуры. Мы бы наоборот все это сказали в этом стихе. Послышал этот стих первый раз, что человек ослеплен своим могуществом и богатством, не видит меня, стоящего рядом с ним, с карающим жезлом в руке. И если я желаю ему подлинного блага, я извергаю его совершенно материального успеха. Секундочку. А можно не извергать, но как-то себя напомнить? Правда? Мы же хотим какой-то диалог, какой-то компромисс, баланс. А здесь у нас возмущение возникает из-за того, что зачем вообще не извергать-то? Можно каким-то другим способом объяснить? Наоборот, еще больше дать как-то. Как преданные двороки, они же говорят, «О, Господь!» Да, вот в первой песне, помните такая молитва из преданной двороки? «О, Господь!» «Ты проливаешь нас столько милости, и у нас благодаря этой милости есть все, что можно так пожелать». Вот они говорят, «Все есть». И они говорят, «Пожалуйста, продолжай и дальше проливать свою милость». Вот такая молитва понятна, правда? А когда говорят, что почему-то не извергать будут, это очень опасно. Но интересно, что Шевишаваджи Крават-Такур, он комментирует этот комментарий, ну, этот текст, он говорит совершенно другому, говорит, интересно, а почему он всех-то не лишает этого всего? Он должен всем, понимаете, помогать. А он, говорит, только преданным помогает таким образом. Таким образом показывает, что когда преданным происходит такое событие, когда, ну, происходит что-то такое, то Кришна приливает особую милость. Это мы видим на жизни Шилы Пруппады. Помните, Шилы Пруппады это ценил и говорил об этом? Он говорит, «У меня было всё. У меня была семья, бизнес и так далее». Но Кришна всё это лишил. Причём он лишил это всё в один день. У него буквально в один день ушла супруга, ну, как бы там, так сказать, продала она Багу, там вся вот эта, так сказать, ситуация. У него, так сказать, его бизнес весь разворовали, ну, как бы, так сказать, сотрудники, потому что там, ну, как бы, так сказать, были проблемы финансовые. И у него в один день не стало ничего. И он встал вонапраску, ну, как бы, принял вонапраску. И всё. И он говорит, и все, говорит, отвернулись от меня, все родственники отвернулись, все, говорит, отвернулись. И говорит, я смог предаться тебе. Он об этом говорит. И он спинает эти стихи похожие. И дальше продолжение комментария. С одной стороны, можно отметить, что каждый рано или поздно встретится с неумолимой смертью. И стало быть, Господь Кришна забирает такие богатства и гордыния у всех без исключения. То есть дальше говорит, нет, не волнуйтесь. Кришна вот таким образом отбирает только не только у своих преданных. Он отбирает это у всех. Правда? Но у преданных он это делает когда? Чтобы была возможность исправиться. Правда? Как с Индрой он поступил, как он поступил с Джамилой, в конце концов. Правда? То есть он дал возможность ему исправить его ошибки. А с непреданным он тоже отбирает всё в момент смерти. И уже исправить тут ничего нельзя. Видно разницу? Понимаете разницу? Отношение его к преданным, когда он что-то отбирает. И когда он отбирает у всех остальных. Понимаете, да? Очень красивый комментарий. Однако, если мы применим утверждение Господу к событиям нашей жизни, пока смерть наша ещё не стоит на пороге, то в этом случае, чтобы объяснить его слова, нам следует обратиться к Багу Адгити 4.11. И Господь говорит, как человек предаётся мне, так и я вознаграждаю его. То есть продолжается комментарий в этом духе, что вот эти отбирания чего-то хорошего или там, так сказать, вот какие-то вот эти проблемы, они приходят, потому что это милость Кришны. Потому что как Кришне мы предаёмся, так он нас и вознаграждает. Я бы сказал, это комментарий от противного. Помните, есть геометрия? Помните, да? Есть доказательство теоремы от противного. Помните, да? Когда предполагается совершенно обратно и говорит, что это неверно, значит это правильно. Помните? И здесь вот этот комментарий, он как от противного, вы заметили? Очень красивый. Господь Кришна желает блага каждому, однако, говоря здесь, Яся Чичхамьянуграхам, кому я желаю блага, он имеет в виду тех, кто своими поступками и мыслями доказал своё желание обрести духовное благо. Господь Кришна хочет, чтобы все были счастливы, обретя сознание Кришны. Однако, когда он видит, что какой-то человек сам хочет духовного счастья, желание Господа дать ему это счастье тоже усиливается. То есть, если он говорит, безусловно, преданные хотят служить Кришне, но если преданный хочет развить своё желание служить Кришне, то Кришна ему помогает в этом. Понимаете? Иногда же мы же говорим, я не могу повторять мантру внимательно, потому что, правда ведь? Потому что у меня нет того, или надо вот это, согласны? Или вот наоборот, вот это есть, согласны? И Кришна, отвечая на эти молитвы, он говорит, хорошо, я тебе уберу это. Зачем? Мне Господи, подожди. Это естественное проявление взаимоотношений, ни в коей мере не противоряющего славам Господа Бхага Гитти. Я одинаково отношусь ко всем живым существам. Следующий текст. А теперь Индра, говорит Господь. Так тоже интересно, он так всё это ему сказал. Он говорит, ты виноват, я просто хотел твою городу всё разрушить. А теперь Индра, можешь идти. На этом всё. Очень официально. Опять же, можешь идти. Знаете, как в армии. Можете идти. Свободно. Выполняй, выполняйте, он интересный, на вы к нему, выполняйте мою волю и оставайтесь царём небесного царства, но не гордитесь этим. Интересно, что Господь к нему на вы. Тоже очень интересно, да? И он говорит, выполняйте мою волю, а до этого стихах, а до этого на ты. Так интересно. И в конце он очень официально говорит, теперь можете идти, выполняйте мою волю, но не гордись этим. Он говорит, продолжай, что ты делал. Да, Шилпурпада очень часто нам говорит, мы это не понимаем. Он говорит, просто ничего не отвергайте, просто добавьте Кришну. И Индра, он не сказал, а теперь Индра, чтобы больше не возгордиться, прими саньясу, иди в лес, да, и там совершай эскезу. Мог такое сказать? Мог. Нам так говорят обычно преданные, да, поначалу эти. Когда мы с такими же проблемами приходим, мы тут возгордились, у нас там вот то, вот это, все бросай, иди предавайся вашим. Ну вот. Нет, Кришна говорит, иди обратно, исполняй свои обязанности. Но просто этим что? Не гордись. Очень важный для нас урок. То есть Кришна не говорит такое, знаете, а теперь все брось, там еще что-то. Нет. Он смотрит на уровень преданного. Если преданный не готов, вот он ему это не говорит. Комментарии. Здесь Господь Кришна обращается к Индре, употребляя множественное число «вы», «вах», поскольку это наставление предназначено не только для него, но и для всех полубогов. Вот так вот. Песня я отвечаю. Вот на этом заканчивается эта часть, и дальше будут молиться Сурабхи. Я вкратце, быстренько прочитаю. Сурабхи, прародительная всех коров, вместе с своим потомством склонилась в почтении перед Господом Кришной. То есть пришло не только у Сурабхи, а много-много-много коров. Попросив уделить ему немного внимания, умиротворенная Сурабхи обратилась к Верховному Господу, находившись перед ней в образе маленького пастушка. Сурабхи сказала, тоже очень красивый стих, она говорит, «Кришна, Кришна, Махаюгин». Она говорит, «О, Кришна, Кришна, увеличайший из мистиков, о, душа и первопричина вселенной, ты владыка этого мира, и по твоей милости, о, непогрешимый Господь, мы можем служить тебе, как своему Господину». То есть если Индра, он говорил, «Ты великий, ты великий, поэтому что меня? Прости», то Сурабхи говорит, «Ты великий, поэтому мы будем тебе что? Служить». Совершенно другая, да, молитва? Другое настроение чуть-чуть. «Ты божество», посмотрите дальше, она говорит, «которому мы поклоняемся, поэтому, Господь вселенной, ради блага коров, брахманов, полубогов и всех праведников, стань нашим Индрой». Вот так она говорит. «Стань нашим Индрой». То есть они, а что такое Индр, может, говорили? Это царь, да, «стань нашим царем», они говорят. «Повинуясь указанию Господу Брахму, сейчас мы совершим церемонию твоего омовения и возведем тебя на престол Индры. О, душа вселенной, ты не сходишь в этот мир, чтобы обогичить время земли». То есть вот эта церемония омовения, которая совершалась на берегах Ковинда-Кунды, она была, именно вот этим, она была инициирована, как мы видим, в Сурабхи. И Сурабхи, она говорит, что это сделаем, мы делаем для того, чтобы омыть тебя и сделать тебя царем. Если вы смотрели Махабхарату, смотрели, да, вот Махабхарата, фильм вот этот новый, помните, как каждый раз, когда царя назначали, что делали? Абхишеку ему, да, то есть это одно из церемоний, мы должны понимать в этой культуре. И поэтому Сурабхи говорит, давай омыть тебя сейчас, ты маленький мальчик, ты маленький пастушок, Гопал, мы сейчас тебя омоем и сделаем нашим царем, нашим Индрой. Да, то есть вот такой вот, она хочет, затеял такой вот процесс. И дальше описывается, как раз эта церемония, описывается, что изложив свою просьбу Господу Кришне, Мать Сурабхи стал омывать Господа своим молоком, а Индра, повинуясь воле Адити и других матерей-полувогов, омыл Господа водами небесной ганги из хобота Айраваты, который носит Индру на своей спине. Так присутствие полувогов и великих мудрецов, Индра короновал Господу Кришну, потомка Дашархи, и дал ему имя Говинда. То есть с этого момента Кришну стал, до этого Кришну звали как? Гапал, и в этот момент его стали сдавать Говинда. Кстати, Нанда Махарашан говорит, ну раз ты теперь Говинда, потом последствия, то может туда будешь не только в телят пасти, а и коров. И с этого момента мы сейчас скоро будем праздновать Гапаштами, с этого момента Кришна стал пасти не только телят, но и коров ему доверили. Он говорит, ну раз хом поднять можешь, то есть с коровами совпадаешь. Говинда назвали Кришну в этот момент, именно Индра дала ему это имя. И вот эта церемония, она произошла на берегах Говинда Кунды, когда Кришну стали омывать, и здесь описывается, что Сурабхи омывал его своим молоком, Индра он омывал водами небесной ганги, полубоги, они тоже все собрались, они пели большой-большой киртан, собрали огромное количество парфенарий, Брахма совершал пуджу, маленькую Магапалу, у него были золотые, золотые огромного размера золота, чистые такие парфенарии, там светильники, благовония, там веер, и все они совершали такую пуджу. И говорится, что Кришна, он сидел, как здесь очень хорошо показали его, он был меньшим возрастом, но он сидел очень прямо и очень торжественно. И вообще вот никак на это не реагировал на самом деле, это поклонение. Ну вот, и полубоги, они совершили это поклонение, они поклонились Господу. Здесь это описание я прочитаю еще, и потом дальше расскажу эту историю. А Тумбуру, Нарада и другие гандхару вместе с ведетхарами, ситхами, чернарами тоже пришли в это место, чтобы воспеть славу Господу Хари, очищающие все мироздание. То есть пришли все лучшие киртани, стали петь прославление Господа. Жены полубогов вне себя от радости танцевали ради удовольствия Господа. То есть жены полубогов, они тоже выстрелились, как вот обычно маты же делают, и танцевали для Господа. Посмотрите, видите, гандхару пели, маты же танцевали, то есть все авторитетно. Если вас спросят, а почему и почему и как, то вот все и вот. Все пошло с тех времен. Самые именитые полубоги пели хвалу Господа, осыпали его дивными цветами. Уморитворение и счастье не изошло на все три мира, а коровы щедро поливали землю своим молоком. Воды рек превратились в ароматные напитки, с деревьев сочился мед, съедобные растения сами подоладоносили, а холмы вынесли на поверхность, спрятавшиеся в глубине драгоценной камней. Вот когда мы совершаем омовение божества, вот вы видели, да, то сначала божество покрывает маслом, потом умывает его панча амритой, да, так делали, поливают молоком, это тоже было сделано, поливают йогуртом, и это тоже было сделано, а потом надо поливать медом. Ги сначала, ги, тоже коровы сделали, да, а потом надо поливать медом, правильно? Если пицца, как это происходило, да, то есть вдруг все деревья, они стали плодоносить, то есть стали плоды падать тапам Кришны. Все вот эти юли, вокруг которых они наполнились медом, этот мед, он стал сочиться прямо на Господа Кришну, с этих деревьев, то есть он стал обливаться этим медом, и все реки, они стали не просто реками, они стали напитками, то есть они стали какими-то соками очень красивыми, вы видели, да, мы сегодня омывали Гвардханшилу, разными соками. Шимонанда пробует выжимать соки из разных фруктов, и причем выбирает, чтобы цвета были красивы. Я говорю, а как ты выбираешь фрукты? Он говорит, чтобы цвет был красив. И вкус? Морковка не используется. Арбуз был, да? Арбуз. А какие вот были? Апельсин, груша, виноград. Вот такие вот напитки. И вот здесь описывается эта апхишека. Она происходила сама собой, потому что вокруг были полубоги, великие мудрецы, и все были так удовлетворены, что все стали отцами отмывать Господа. Опарикшит, это шокодава госами заканчивает, возлюблен сын рода Куру, после церемонии омовения Господа Кришны все живые существа, даже самые злобные по природе, полностью избавились от своей злобы. Вот как. Сегодня мы все тоже избавились от своей злобы, хотя мы злобные по природе. Амыв Господа Говинду, теперь уже Говинду, повелителя коров, и племени пастухов, царь Индра, и спросил разрешение Господа, и в сопровождении полубогов и других небожителей удалился свою небесную обитель. Так заканчивается комментарий «Смиренный слуг его божественной милости» Ачеба Ктюданта Сами Парупады в 27 главе 10-й песни Шимадбхакутам, которая называется «Индра и Сурабхи возносят молитвы». И здесь дальше идет следующая глава уже, как Кришна будет спасать Нанды Махараджу. Вот, тоже другая история, она произошла позже. Но эта история, на самом деле, этом-то не закончилась, потому что я сказал, что эти полубоги, они когда поклонялись Кришне, и Кришна выбрал специально такое место, чтобы Индра, вот помните, да, уединенное, никого там не было, но один мальчик-пастушок, он все-таки подглядывал, он лежал на Говоротхана Шили, прямо на холме Говоротха, не смотрел на это все. И когда он все это увидел, когда все это закончилось, что он сделал, как вы думаете? Он побежал к друзьям и стал рассказывать, вы не представляете, папа Нанды Макараш, идите сюда, все приходите, Там такое было, говорит, вы, говорит, не верите. Говорит, во-первых, представьте себе, наш Гопал сидел на троне, такой сидит, такой серьезный, а все вокруг, ему поклоняются. И, говорит, пришел слон, и, говорит, у него был не один хобот, как у наших, а многих хоботов. Ну, это царь, ой, царь Индры, слон, Айравата. Пришла корова, стала мывать его, говорит, она, представляете, она, говорит, сурабхи, она не касается земли, говорит, она, говорит, левитировала. Ну, может, на другим славе, он был маленьким. Она, говорит, не касалась земли. Ну, вот. И все там вокруг, так сказать, и были все, а один дядька, он, говорит, лежал, все плакал. У него, говорит, глаза были по всему телу. Вот. А другой, говорит, пуджу проводил нашему Гопалу, у него, говорит, четыре головы. И все такие, да ладно тебе. Я никто ему не поверил, потому что он был самым маленьким. Но мальчик-постышки сказали, ну, пойдем проверим. Знаете, они, ну, как бы он близок по возрасту. Все в Ржавасе не поверили, а мальчики-постышки, они пошли с этим мальчиком. И они пришли, увидели Кришну, который уже пытался слезть с этого камня. Вот. И они сказали, что, о, и увидели, там, знаете, были парфенарии стояли, все вот эти краковины из-под, так сказать, хабхишеки, все. И они сказали, о, так здесь была, как кажется, церемония. И они стали поклоняться Кришне таким же образом, как полубоги. Они стали омывать его, стали предлагать ему после парфенарии. И говорится, что это было истинное поклонение. И говорится, что когда Господь, он уже не мог сидеть прямо, вот как он здесь сидит, видите, так вот. Он все время ерзал, он смотрел, да ладно, да ребята, да что. Он все время там смущался, театр натяпил. Потому что описывается, что эти взаимоотношения с Ржавасе, с преданными Уринда Ауэна, они очень-очень близки. Они так близки и так дороги Господу, что он не хочет их терять. И если с Индрой, он мог вести себя очень официально, как Господь, то со своими друзьями он ради вот этого блаженства, продолжения дружбы, он ради этой расы. Он уже пытался, ну не мог так сохранить свое, так сказать. И в этом проявляются тоже удивительные игры Господа Кришны в месяц Дамодары, в месяц Картики. Потому что эти игры, они все показывают, что Кришну можно пленить, ну если нам нужно пленить Кришну, только своей любовью. То есть Кришна, он настолько любит своих преданных, что он проявляет эту любовь тем, что дает себя связать, проявляет эту любовь тем, что не дает проживать, и вспоминать, что он верховный личный сглос. Даже когда мама Ишот видит у него всю Вселенную, она говорит, ела ли ты землю, есть ли у тебя земля во рту? Он открывает рот, а там не только земля, там вся Вселенная, и на этой Вселенной есть земля, на этой земле есть Кришна проявленный. Мама Ишота смотрит ему рот, у него во рту вся Вселенная, и так и далее. И мама Ишота такая, ох. И потом Кришна понимает, что мама Ишота только что вообще, так сказать, сейчас начнет ему кланяться, знаете, и говорит, о, бог богов, как вот Индра говорил. Он говорит, мама, я кушать хочу. Кушать хочешь? Ну пойдем, пойдем. И все, сразу забывает, что-то померещилось к этой Вселенной. Это удивительные игры в Риндаване, они происходят, очень многие из них происходят именно в месяц Картика, и мы очень на самом деле благословены, что можем собраться все вместе в этот приятный месяц Картика и вместе слушать Ишим и Багутам, омывать Гавардхан, смотреть, как это делают, петь киртаны и даже сейчас будем совершать обход Гавардхана, прикровку Гавардхана. Это очень, очень удивительная и радостная милость.